Следующий вопрос, частично вы ответили на него, нравится ваша музыка, слежу за вашим творчеством, шансов, довольны ли сейчас своей работой? Да, очень спасибо. Я думаю, что я могу работать и быстрее, и на полегу, потому что нет времени, когда я расслабляюсь, и нет времени сильно отдыхать, потому что многие говорят, что ты уже записал столько альбомов, столько репертуаров, ты уже ездишь на концерты. Ну, чого тебе еще там? Ну, это насправді постойная работа, это каждого дня работа. Мне очень нравится в этом плане фраза Кузьми Скрябина, который покинул нас так рано. Он сказал, что ни дня, без того, чтобы не написать какую-то строчку, какой-то вирш, какой-то шмоток музыки, каждого дня это большая работа. Поэтому всем творчим людям я просто это радую и сам так делаю. Когда вы начали работать в шоу-бизнесе? Вам говорили, как вы должны выглядеть, что должны делать? Ой, вы знаете, порадников в шоу-бизнесе очень много. Одни радуют одне, другие радуют інше. Но насправді рецепт один, если вы почуете себя, это очень сложно. Одразу говорю, это не просто, это нужно просто зануриться и почути свою самость таку, себя. Вот, иногда надо отключить мозги, отключить свое эго, и так далее. А иногда даже подивиться чужими очами на себя так самого корисно. То есть, только анализируя, что именно так вы почуете, что вам нужно и что есть ваше. И тогда шлях будет набагато простейший. Света спрашивает. Откуда вы знаете, как похудеть за месяц на 10 кг? У вас были проблемы с лишним весом? Ну, насколько я помню, у меня всегда была страсть, просто великая така пристрасти по-солодкому и по-мучному. Від цього я до сих пор не могу перейти, але зараз я, наприклад, зайнявся правильным харчуванием, така харчова терапія називається. И вот результат, наприклад, двух остальных месяцев. Это лишь правильное харчувание и вчасное харчувание. И минус 9 кг, пожалуйста, вам. То есть все просто, даже без спортзала. Это покише. Но спорт я люблю, правильно харчуватись буду, тому и всем радую. Это очень полезно. Пробуйте. Питание из Олега. Павло, а в какой стране вы бы хотели родиться, жить и творить, если бы это была не Украина? Ну, это мне просто ответить, потому что другая страна, которую я очень люблю после своей родной земли Украины, это Франция. Напевно, потому что я был много на гастролях и как-то вивчив более-менее мову, принаймні, спілкуваться менее легко с французами. И ментал, вся эта земля, вона меня надихает. Не знаю, Франция десь моя. Можливо, когда в каком-то жизни я был французом. Павел, расскажите о ваших рецептах успеха и счастья. Павел, расскажите о том, что каждый рецепт счастья свой. Для меня это здоровье. Когда ты можешь идти своим шляхом, очень важно знать, чем ты занимаешься и правильно идти своим шляхом. Потому что, я знаю, миллионы людей, которые, несмотря на век, шукают себя, долго шукают себя. И просто, как говорят, мечутся с одной стороны в другую, с одной работы в другую. Потом какие-то хобби меняют, и все меняется. Но, на самом деле, счастливый тот, кто уже знал и идет, уверенно, на своей дороге. Помните, как в хорошем радянском фильме была такая фраза, что такое счастье? Счастье – это, когда тебя понимают. Вот, когда тебя понимают, и ты сам себя понимаешь, это, наверное, и есть счастье. Тетяна пишет, что вы не только с ними пишете песни, а и выполняете творы других шкаинских авторов. Расскажите, пожалуйста, за какими критериями вы выбираете песни для своего репертуара? Спасибо. За какими критериями? Ну, допустим, пропускаючи через сердце, подобается или не подобается. Звичайно, что у меня есть какая-то такая фокус-група, на которой я тестую, иногда свои песни. Люди, которым я доверяю, мои музыканты, творчая такая семья, моя семья. Ну, а сейчас, конечно, дети. Я вам скажу, с приходом в моё життя детей, я им включаю пісню новую. Если они начинают её спевать, значит, классно. Бо багато писаний, они говорят, переключай, 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 отцу будем спевать. Это так же хороший приклад, такий лакмусовый папирец, на котором я тестую. Вот расскажу такую цікавую историю. Здесь есть в репертуаре традиционная колядка, вот из різдвяного репертуару. Новая радость стала, и я сидел и думаю, как же её сделать, интересно, чтобы было не схоже ни на кого. И тут я просто включаю секцию барабанов в хате, и вижу, что мой сын начинает крутиться. Знаете, есть такие танцы дервишев, которые крутятся в таких виплатах и так далее. Вот круговые танцы. И он стоит и крутится, крутится, ему понравится. Я понял, что это оно. Я просто сев на гра в гармонии, и вышло очень-очень симпатично. Оно просто несе свою магию в зал. Я думаю, что на это рейс-дво мы, возможно, выпускаем это в интернет в гарнем. Так, верите ли вы в Бога, музу и духов? Ой, это так, такие разные понятия. Бог, муза и духи? Цикаво. Ну, в Бога я верю. Да, и в Вселенский разум, который есть всюду. Я всегда, я говорю, Бога перекладаю для себя, как имя Бога, что Он есть всюду. Он есть в каждом, он есть в всех вещах, просто, насправді, правильно нужно про это знать и до этого подходить. А то, что в духов, ну, сложно сказать, в каких духов и так далее, если вы имеете на увазе какую-то реинкарнацию, или что-то, да, я верю, что есть, ну, певный другой размер, который существует. Но больше я начало расскажу, я про это ничего не знаю. И третье вопрос, что там было? Бога, муза и духи. А, муза, ну, это та энергия, которую мы воспринимаем. Мы, по сути, как передатчики, да, такие вот, ретрансляторы. Если вам вдаётся ваш внутрішній ретранслятор налаштовать на ту творчую матрицу, которая там проплевает, вот, и вы зловите эту энергию, и можете её транслювать на других, все, вважайте, что вы вдало зловили радиохвилю, и можете транслювать свою творчость, все, что через вас проходить в свит. Ну, так просто. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас идеал красоты, и чего не терпите в девушке? Ну, для меня, в першу чергу, жінка має бути витонченою, с глубокой душой. Ну, звичайно, что хочется дивиться на то, что гарно, что витончено и глубокое. Поэтому, жінки, которые имеют в себе такую искру, ну, они всегда меня привабливают. Вот, если у них очи с таким близком, певным, характерным, все, вы считаете, что я буду спілкуваться с такой женщиной долго, но не зважаючи там друзями, или когда-то давно мы где-то встречались, и так далее. То есть отношения, которые, по сути, мают быть натхненными такими. Как вы думаете, сложно ли украинскому артисту прорваться в Европу, или показать себя в Европе можно только через Евровидение, как вы считаете? Нет, абсолютно знаю, что я знаю, что, знаю, виконавцев, артистов, которые пробивались в Европу, ездят по Европе прекрасно, благодаря своему материалу. То есть, если качественный, хороший материал, и он имеет какое-то еще национальное такое оборудование, потому что, ездивши по Европе столько лет, и, знаете, чем она дыхает, Европу очень тяжело уже удивлять. Ну, нашу поп-музику, например, сложно реально. Ей можно удивлять фолькфлором, фолькроком, каким-то таким оригинальным жанром. Да, это возможно. Очень много работников, которые так и делают, но, возможно, они тут не очень это афишируют, потому что им и так комфортно живеться десь за теренами Украины. Поэтому все абсолютно возможно. Буквальный пример. Коллективу Орфей, который ездит уже 15 лет по Европе, я вам скажу, что жодного концерта для Диаспори Орфей практически не давал, насколько я памятаю, за своей практикой. Это всегда концерты для итальянской публики, для французов, для голландцев, для швейцарцев. Ну, прекрасные концерты все, но тут их не чути. Ну, мне, например, шкода, что большинство коллективов, которые проживаются туда, в европейский простор, их уже тут не чути. Павел, назовите своих любимчиков кино, музыки, истории и политики. Спасибо за ответ. Ну, давайте с кино. Начинаем. Любимчиков кино. Ну, если брать улюбленного актора, то это Мел Гибсон. Если брать актрису, то это Марьон Котиар. Он, вообще, прихильник французского кино. Ну, скажут, что есть у меня прихильность до этой земли, до их менталитета. Я очень люблю их психологические, ну, такие, напевно, драматические фильмы, драми, напевно. В политике. Я, ну, вважаю себя более аполитичным человеком, поэтому мне сложно сказать, кто есть в политике и до кого я прихильный. И какие еще вопросы? Так, музыка, история политики, кино. История? Да. Ну, если брать каких-то исторических людей, мне импонуют все те люди, которые, несмотря ни на что, сделали очень много для украинского народа. Я сейчас много про таких читаю. Например, сейчас целую книжку учаю про Андрея Шептицкого. Ну, все говорят, ой, это же митрополит. Что ты там нашел? Что там такого? Вы просто не уявляете на сколько это глубокая и великая людина была, и сколько она сделала для установления украинской интеллигенции, украинской культуры и, вообще, для того, чтобы украинцы могли называться украинцами. Вот, это был начат минулого столетия, и, власне, про него я сейчас вивчаю. Поэтому, напевно, ответ про него. Павел, как вы думаете, вы популярный человек? Так что...